Новый учебный год начинается с перемен в дополнительном образовании. Развиваются новые направления, такие как агро- и биотехнологии, экология, виртуальная реальность, робототехник. Так, например, в Ульяновском техникуме питания и торговли с сентября заработает школа блогера, графического дизайна и гида-экскурсовода. Также для нас это идет саморазвитие. Мы можем обучиться сами по школе блогерства и также по графическому дизайну и работать с этим. Студентам это будет очень интересно. Пойти учиться могут не только студенты техникума, но и старшеклассники. Ребята с радостью записываются на новые курсы. Благодаря обучению молодежь сможет раскрыть свои таланты, а может и найти призвание в жизни. Мы по выпуску должны сформировать такую компетентную личность, которая будет обладать разными навыками, в том числе навыками публичного выступления, навыками презентации себя, пользования оборудования и так далее. Да, студентам это очень интересно, это очень востребовано, популярно, потому что так или иначе каждый из нас, скажем так, блогер, и себя в любом случае презентуют. Благодаря тесному общению педагогов и студентов подобраны востребованные направления с перспективой на будущее. Для этого закупили новое оборудование, графические планшеты, компьютеры, интерактивные доски. Длительность курса 1-2 года в зависимости от направления. Будут созданы 6 групп, количество ребят до 15 человек, где мы обучим, как правильно работать с камерой, как давать интервью, как рисовать с помощью графических планшетов, как проводить и создавать туристические маршруты. ДОП образование – неотъемлемая часть общего и предоставляет веер возможностей для самореализации. Создание инфраструктуры и формирование компетентного учительского сообщества позволят удовлетворить запрос каждого ребёнка. Это обсуждали на тематическом пленуме во Дворце творчества детей и молодёжи. И наша задача – вырасти из ребёнка того самого успешного, профессионально развитого, социально ответственного человека нашего общества, который поведёт дальше развитие Ульяновской области, России. Оснащение учебных заведений проводится по федеральному проекту «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование». Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, Управда ТВ.